И снова привет, друзья! В общем, это снова, черт возьми его, Фростпанк. И мы будем проходить ковчеги. В общем, как всегда, все. Если нравится, то лайк, подписка и все такое. Давайте пробовать. Наверное, это будет некий гайд, как я вижу, как проходить второй сценарий. Собственно, играем в очередной раз на средней сложности. Если вы хотите посмотреть, как кто-то проходит все на максимуме, таких молодых людей на ютубе вы найдете. Им заняться нечем, я поиграю в свое удовольствие. Ну и в общем, начнем. Ну и собственно, начинаем. Ковчеги-флоры. Нас выбрали хранителями бесценного клада, семян и санженцев растений со всего света. Их поместили в специальные ковчеги, чтобы они не замерзли. И наша задача построить город и защищать ковчеги, пока не закончится зима, сколько бы она не продлилась. Мы сможем преуспеть, только если будем использовать автоматоны. Мы сделаем все, чтобы земля вновь зазеленела, даже если мы сами этого уже не увидим. Ну что ж, друзья, в общем, задача ясна. Для тех, кто не понимает, нам нужно защитить растения и семена в специально отведенных для этого местах. В общем, давайте приступим. Карта немножечко другая. Здесь некое ущелье, наверное. Так его можно назвать. В общем, вот эти вот здания, построенные изначально, это вот те самые ковчеги. Собственно, наверное, сейчас поставим на паузу, давайте посмотрим. Чертежи в фабрике. Мы добрались до генератора. Семена по-прежнему надежно хранятся в ковчегах. Мы планировали использовать автоматоны, чтобы город смог функционировать в любую погоду. Но груз с чертежами фабрики сбился с пути из-за метели. Нужно построить маяк и отправить туда группу на поиски чертежей. В общем, собственно, этим нам нужно заняться. Пока что на паузе давайте посмотрим ситуацию. Довольно-таки много здесь всего вокруг валяется. Дерево, сталь и уголь. Я думаю, уже всем все понятно здесь. Единственный прикол в этой миссии, что здесь всего лишь 45 человек. И их количество особо подниматься не будет. Поэтому рассчитывать на людской труд как бы не стоит. Мы видим, что здесь огромное количество леса. Есть уголь. Именно залежи, да, для шахты. Есть сталь. Скорее всего, где-то здесь, я не совсем помню, есть место для того, чтобы воткнуть стенной бур. Ну и, собственно, у нас есть дорогой наш дружище, вот этот автоматон. Вот он, собственно, здесь находится. Пока что он откисает. Но мы сейчас ему найдем задание. В общем, собственно, по классике, как вы поняли, нам нужно добывать ресурсы. Я, наверное, на дерево отправляю автоматона. Я считаю, что это верный путь. Ну, соответственно, кто-то, как всегда, наверное, 15 человечков будут собирать наш замечательный уголь. Ну и, собственно, я бы хотел начать с мастерской, потому что на данный момент принципиальный вопрос – это изучение технологий. Нам нужен маяк, нам нужно отправить первых разведчиков, нам нужно находить большое количество паровых ядер для того, чтобы производить автоматонов в серьезном таком количестве и, собственно, автоматизировать производство всех ресурсов. В общем, давайте сделаем следующим образом. Я построю вот эту хрень. Собственно, одни молодые люди у нас добывают уголь пачкой в 15 человек. Этого достаточно? Вот. Наверное, я немножечко стали хочу, потому что все-таки для изучения она потребуется. Ну, хочу обратить ваше внимание, что еды пока что всего 90. И построить, например, ту же самую хижину охотников здесь нельзя. Можно построить только кухню. Вот. Соответственно, давайте займемся, в общем, какой-то минимальной постройкой. Сейчас я расскажу, как я думаю это сделать. Наверное, как-то раз-два вот так вот пока что. Но у нас, соответственно, не хватает ресурсов на это. Вот. Ну и ковчеги, флоры не должны опуститься до уровня прохладно. Иначе через какое-то время они замерзнут. И, соответственно, миссия будет провалена. Давайте запустим нашу игру. Вот сейчас нам об этом сообщат. Сохранить саженцы. Нужно сделать все, чтобы ковчеги, флоры не замерзали. Все саженцы и многие тропические семена плохо переносят холод. Если температура в любом из ковчегов будет держаться ниже отметки прохладно слишком долго, его бесценное содержимое пострадает. Соответственно, этого допустить нельзя всеми возможными способами. Наш господин хороший автоматон сейчас пойдет добывать что-нибудь. У нас остается еще 15 инженеров. Я пока что зашлю их, наверное, добывать. Дерево, потому что строиться мы сейчас будем. И, скорее всего, я построю мастерскую первую очень скоро. Точнее, вторую. Потому что хочу быстрее изучить технологии нашими товарищами. Сейчас сразу закидываем сюда молодых людей, которые будут этим заниматься. И, собственно, поставим первую технологию на изучение. По температуре. Здесь, в принципе, все так же самое. Есть понижение, есть повышение. Они немножко по-другому варьируются. Поэтому здесь нужно контролировать свое маленькое поселение путем того, что все-таки как-то смотреть на ситуацию. И автоматизировать все по-любому, потому что людей будет очень немного. Собственно, давайте запустим первое исследование. Не будем долго ждать. Поставим мы маяк на исследование. Немножечко потратим дерево, которое у нас потихоньку добывается. Достроим наши замечательные вот эти домики. Ну и, конечно, обеспечим остальных тоже домами. Нужно их всего, соответственно, 5 штучек для этого. Но нам необходимо для этого дерево. Давайте я одну вот здесь построю еще. Еще два нам нужно будет. Мы сейчас их замутим обязательно. Конечно же, не забываем про кухню. Это необходимая вещь для еды. Все всем уже понятно. Я думаю, здесь ничего объяснять не нужно. Будем просто работать над тем, чтобы у нас все получилось. Итак, в общем, наш друг хороший будет собирать здесь древесину пока что. Он, соответственно, работает и днем, и ночью. В общем, ничего нам не мешает добывать даже в холод в дикие что-либо. Потому что ему холода-то вообще не страшны. И, собственно, доделаем мы вот эту хрень. И я, наверное, изучу, скорее всего, бойцовскую арену. Потому что она поможет немножечко сдержать недовольство. Мы ее сейчас построим, как только у нас накопится немножко древесины. В количестве 20 штук. Ну, не так уж, чтобы немножечко. Но, тем не менее, довольно-таки мы подождем чуть-чуть. И, наверное, подумаем про то, чтобы все-таки построить еще одно технологическое здание. Не знаю, успеем ли мы. Мы, да, скорее всего, успеем сделать маяк за этот день. Но мы помним, что нам требуется 40 древесины. И, соответственно, 5 наших пиплов. Но, как бы, с людьми у нас проблемы. Мы очень будем сейчас над этим размышлять. Но людей в разведку нужно отправлять как можно быстрее. К сожалению, первый день кончается. Но буквально чуть-чуть не хватило нам до изучения. И мы все-таки успеваем изучить. Это хорошие новости. Тогда что? Ночью я сделаю сразу маячок вот здесь. Давайте его тут построим. Ну, и, собственно, нам нужно не забыть про то, что нам требуется еще одна палатка. Давайте, господа хорошие, дабы не замерзнут ночью, сейчас этим займутся. Дерево пока что будет даже ночью собираться. Нам, соответственно, нужно будет организовать нашу замечательную теплицу чуть позже. Ну, и, собственно, маяк построен. Все как всегда. Мы не блуждаем вслепую. Вот так выглядят карты. И, посмотрите, мы уже видим бурю, которая к нам приближается. Да, то есть вот она там вот вдали. Ну, и, соответственно, пока что есть одно место, на которое мы можем отправить человечка. Давайте посмотрим. Буря на горизонте. Капитан, теперь маяк заработал, и мы отчетливо видим, как с юга надвигается буря. Она еще не скоро будет здесь, но лучше не спускать с нее глаз и подготовить все, что нужно для обогрева ковчегов, пока есть время. Конечно же, однозначно нам понадобятся и тепловые наши замечательные грелки маленькие. Но это чуть позже. Автоматон не может заправиться. В общем, расскажу вам сам, не буду читать. Короче, пока не работает ваш замечательный генератор, автоматон заправляться не будет, потому что ему неоткуда. Приходится эту, соответственно, хрень запускать, и автоматон побежал заправляться, что мы, собственно, и видим. Недовольство потихонечку падает. Нам необходимо 40 древесины для того, чтобы сделать разведчиков. Я думаю, в скором времени мы уже это замутим. У нас есть дома, все хорошо здесь. Автоматон достаточно быстро заряжается. В принципе, проблем в этом никаких нет. Но единственное, что, конечно, нам их нужно количество увеличивать. Что далее? Есть, конечно, несколько вариантов развития. Но если учитывать, что мы будем использовать автоматоны, то, наверное, все-таки я бы не хотел бы делать угледобытчик вообще. Да, возможно, я бы хотел бы сделать лесопилку. Возможно, я бы хотел бы сделать целелетельный завод. Следующее. Мне по углю интересует только шахта. Это мое мнение. Как бы не согласно, ребят, ваше дело. Я думаю, именно так. Ну и нам понадобятся обогреватели, потому что на первых этапах заморозков мы сможем просто в ковчегах подключить обогреватели. И, соответственно, пережить первые холода очень легко и просто. Здесь, соответственно, мы видим, что немножко технологии изменились. Да, кое-чего не хватает. Как и здесь, собственно. Но оно, как бы, некоторые вещи нам и не нужны вообще. Поэтому мы с этим тоже, в общем, разберемся. Собственно, о чем я думаю? Наверное, я бы замутил бы лесопилку. Мы сразу будем уходить в некую промышленность постепенно. Да, сейчас только мы добудем еще дерево. И, собственно, все у нас будет хорошо. Автоматон, вот как я и говорил, работает и днем, и ночью. Поэтому мы, собственно, ожидаем 40 древесины. Наверное, мы до утра не успеем это все сделать. К сожалению, у нас появляется два больных, и нам нужно подумать, как всегда, о здоровье. Но санитарный пункт требует 25, буквально чуть-чуть еще времени. И мы получим нужное количество древесины. Как всегда, ребятки радуются, что они пережили еще одну ночь. Не знаю уж, как-то пессимистично. Но я думаю, что у нас все будет хорошо. Сейчас мы, ребят, вас еще подлечим. Будет вообще гуд. Собственно, лекаря я поставлю где-нибудь вот здесь. Здесь я оставил место специально для арены, потому что она охватит сразу вот эти все дома. Возможно, я промазал, надо было делать здесь. Тоже как вариант. Но, как бы, это не точно. Я над чем-то построил один лишний дом, да? Слушайте, ну такое бывает. Ладно уж, что поделать, к сожалению, да? Я Акела промахнулся. Ничего страшного. Пусть он будет, никому он не мешает. Хотя можно было эту древесину потратить куда-нибудь с делом. Так, что у нас в итоге? Здесь у нас есть десяток человек. Мы ждем, ожидаем дерево. И мы ожидаем того, что у нас появятся все-таки свободные люди для того, чтобы их отправить в экспедицию. Давайте немножечко еще подождем. Вот она, древесинка, собственно, подъезжает. Сейчас все будет немножко проще по ресурсам, потому что первых наших друзей мы отправляем, соответственно, добывать информацию о том, что происходит вокруг. И все будет окей. Давайте, собственно, это делаем. Появился разведчик. Он, собственно, сразу же идет в пункт назначения. Ну, а мы продолжаем контролить ситуацию. Нам нужно будет по углю что-то еще сделать обязательно. Но, как я говорил, мы дождемся все-таки нашей замечательной шахты. И уже там будем что-то придумывать. Собственно, лесопилка и есть. Нам не хватает еще автоматона. Еще один автоматон у вас обязательно будет чуть позже. Потому что мы найдем одного автоматона в пустоши, которого просто приведем домой. На него не нужно будет тратить ресурсы. Поэтому это дело такое. Собственно, вот здесь не хватает точно лекарей. Давайте построим обещанное, если нам хватит, конечно, на это дерево. Нет, дерева нам не хватает. А вот теперь хватает. Да? Давайте вот сюда вот воткнем. Вот этот дом я предлагаю снести к чертовой матери. Потому что он нам ни к чему. Здесь все будет охватываться. Собственно, будет все нормально. Здесь уже подлечиваются первые заболевшие. Наш разведчик потихонечку двигается к цели. Можно немножечко покрутить. Конечно же, не забываем про кухню. Потому что, ну иначе, мы сейчас немножечко умрем от голода. Будет очень грустно, конечно. Ну, собственно, надежда растет. Арена построена. Нам все ясно. Нам об этом не нужно больше рассказывать. Мы уже научены из прошлых серий, кстати. Если не видели, можно заглянуть, посмотреть. Немножечко поддержать. Все как всегда. Давайте еще одну единицу древесины. К сожалению, автомат он все добывает. И нам, наверное, нужно отправить его на другое место. Давайте вот сюда пока что его кинем. Да. Ну вот оно. 20 древесины. Соответственно, мы ставим кухню, конечно же, в зоне генератора. Все тоже, как всегда. Здесь ничего не меняется. На самом деле, здесь не будет большого города. Здесь не нужно выстраиваться. Здесь нужно, уже имея опыт полученный из предыдущих, прохождений своих или моих, сделать, соответственно, какой-то вывод. Можно, конечно, сделать просто кладбище. Я пока не буду ничего изучать. Я не вижу в этом смысла никакого. Возможно, нам понадобится чрезвычайная смена. Но, скорее всего, я бы лучше ушел бы в технологии, да, дабы не тратить сейчас ресурсы. Их и так не очень много. Соответственно, наш молодой человек буквально вот-вот доберется и расскажет нам, что он там нашел. Думаю, что что-нибудь интересненькое он нам точно принесет. Давайте чуть-чуть покрутим. Да. Разведчики здесь очень важны. Очень важно понимать, что нужно и вторых разведчиков будет вовремя сделать. Собственно, мы забираем ресурсы 29 стали и одно паровое ядро и следуем дальше вот к сломанному автоматону, которого я вам и обещал. Мы сейчас его заберем к себе домой. Он нам будет очень сильно помогать. Ну и, соответственно, пока что можем продумать про лесопилку. Посмотрите, здесь огромное количество дерева, да, и мы можем охватить сразу очень много. Почему бы этого не сделать? Какой-нибудь автоматон сюда потом засядет и будет, собственно, добывать нам древесину. Нам единственное, что не хватает, очень много дерева для того, чтобы дорогу построить. Но я думаю, оно в скором времени у нас появится. Да, поэтому мы немножечко просто подождем. Видите, с деревом, к сожалению, пока что сложности. Ну, это поправимо. Все, возможно, может быть, стоило сделать как-то все по-другому, но мы сделали уже так, поэтому мы будем выживать в данной ситуации. На самом деле, у этой игры огромное количество вариантов развития. Каждый выбирает себе сам, поэтому говорить, что кто-то что-то сделал неправильно, я считаю, неверный выход, потому что все получится в следующий раз по-другому. И у вас же опять, так как, ну, к сожалению, она рандомная такая игра. И здесь ничего не зависит ни от чего, да. Здесь везде сплошной рандом. Поэтому, в общем, ребят, тут нужно понимать, что у всех получается по-разному, и это стопудовая тема. Так, нам нужно сюда поместить однозначно молодых людей, которые нам сделают поесть. Еду, кстати, первую мы найдем обязательно в пустошах, да. Мы изучаем потихонечку обогреватель. К сожалению, заболел один наш молодой человек, да, или что, он просто не дошел до работы. Я, наверное, хочу еще одну мастерскую запилить. Нам дерева просто не хватает. Сейчас будем с этим разбираться. Сколько здесь? Давайте вот сюда пошлем. Они прохлаждаются почему-то, я затупил. Ну, такое тоже бывает. В общем, в лесопилочке сейчас автоматон будет нам дерево добывать достаточно эффективно и днем, и ночью. Поэтому здесь никаких сложностей нет. Единственное, что осталось, это все дело достроить. По углю вроде тоже пока все хорошо. Тут много-то его и не нужно. Хотите кушать, собственно, идите кушайте. Изучили мы технологию. Давайте подумаем, что мы можем сделать следующее. На самом деле здесь особо ничего интересного. Возможно только паровой центр, и я бы переходил бы сразу вот сюда. Потому что со сталелитейным заводом я пока что подождал бы. Здесь нужно 50 дерева. Давайте изучим пока что вот это, чтобы у нас уже было готово к тому, чтобы мы могли это построить. Я пока не буду просто этого делать. Это не к чему, я еще раз повторюсь. Первые холода мы и так переживем, которые вот-вот будут, да? То есть мы просто включим отопление, немножко больше угля будем расходовать. Ну, собственно, да и хрен ты с ним. Давайте, ребят, пора вам покушать. Что там, смена сейчас закончится. Вы пойдете поедите. Давайте мне тут не рассказывайте сказок. Все у вас будет хорошо. Молодой человек доходит. Смотрим. Вот он нашел автоматона. Давайте его заберем. Этот автоматон сломался и его бросили. К счастью, нам удалось его откопать и починить. Теперь полностью рабочий автоматон можно отправить в город. Мы, собственно, отправляем машину в город и не будем останавливаться. Доходим вот сюда, к потерянному Дендроуду. Здесь, если я не ошибаюсь, вы находите чертежи мастерской, в которой можно производить дополнительных роботов для добычи ресурсов. Вот. В принципе, здесь задача не бурю пережить, на самом деле, а сделать так, чтобы мы подготовились просто к ней. То есть я уберу оттуда стой кучи, сюда в окно автоматона, пусть он здесь работает. Нахрен эту кучу. Она кончается рано или поздно, а дерево здесь вот дохренища, в принципе, находится. Вот. Ребятки все не могут никак покушать, сходить. Но уж пора, мне кажется. Что у нас здесь по дереву? Пока еще не добываем, да? Дойдешь ли ты сегодня-то вообще? Ты пошел подзаряжаться. Но он такой, да, конечно, тип. Ему нужна подзарядка. Вот. В общем, пока что нам просто нужно дожидаться определенного количества ресурсов, изучать технологии. Как раз мы сейчас дождемся дерева и сможем изучить следующий уровень. По 5 единиц в час здесь идет. В принципе, здесь 1643 единицы. Довольно-таки неплохо. Пусть это все добывается, нас это устраивает. Конечно, паровое отопление надо будет выстраивать в местах, где есть вот эти ковчеги, потому что рано или поздно температура упадет еще, и вашего отопления не будет хватать. А мы помним про то, что у нас задача не опускать уровень до прохладного. Мы этого делать однозначно не будем. Я все-таки хотел бы замутить бы еще вот такую вот штукенцию одну, потому что скоро инженеров я уберу сразу с этих куч, даже несмотря на то, что мы их не разобрали. Они будут заниматься чисто добычей, и дальше нам нужно уходить на уголь. Потому что иначе без угля мы просто загнемся, и ничего хорошего не выйдет. Давайте дождемся, когда молодой человек дойдет до нашего замечательного потерянного Дендроуда. Это буквально через час уже по местному времени случится. Остается всего лишь 30 минут. Ну и, собственно, давайте, наверное, притормозим. У нас температура начинает падать. Да, давайте глянем. Да. Я, соответственно, пока что включу отопление у наших замечательных ковчегов. Да, конечно, не забываем вот про этот. И пока что, наверное, я сразу сейчас поставлю на паузу. Отсюда уберу пятерых. И, собственно, запущу их вот сюда, дабы они быстрее изучали все это дело. Давайте сюда перемещаемся. И смотрим, что здесь. Чертежи в фабрике. Зловещие звуки разносятся по всему ущелью. Треск льда под весом стального чудища заставляет нас поежиться. Потратив около часа на поиски, мы обнаружили сейф с бумагами и извлекли из него чертежи в фабрике. Нужно доставить их в город как можно скорее. Погода портится с каждой минутой. И надо сконструировать автоматоны для охраны города Ковчега Флоры, пока не грянула буря. Ну и, собственно, вот такое количество ресурсов мы здесь находим. Достаточно много паровых ядер и остальных ресурсов, плюс схема. Мы забираем ресурсы. Здесь я предлагаю пойти уже вот таким вот путем. Да, собственно, зайти сюда, забрать здесь что-либо и отнести это домой. Потому что, что, два раза туда-сюда ходить, как бы, ресурсы нам понадобятся сейчас однозначно. Ну вот, мы здесь уже, собственно, достаточно активно изучаем все наши технологии. Чертежи фабрики, собственно, найдены. Нам говорят, что отлично. Мы можем заняться созданием автоматизированной системы для поддержания безопасной температуры в Ковчегах Флоры. Доставьте чертежи, построите фабрику и увеличьте число автоматонов до трех. Это, собственно, ближайшее наше задание, которое нам нужно сделать. Мы этим обязательно займемся, но нам нужно немножечко на это время. Я думаю, что дерево я добывать больше не буду сейчас. Дерева достаточно. Наверное, я пока что подразберу еще уголь, дабы он был. Потому что мы еще ждем автоматона, который все никак дойти до нас не может. Мы, возможно, пошлем его как раз на уголь. И здесь в скором времени уже тоже все изучится. Все будет хорошо. Давайте-ка, ребята, вот сюда тогда двигайтесь, если там все собрали. Не нужно филонить, нам уголь пригодится. Собственно, мы изучили паровой центр. О чем я вам и говорил. Ну, я предлагаю перейти сразу на следующий уровень изучения технологий. Потому что там есть то, что нам надо. А именно нам нужна сейчас шахта угольная. Потому что иначе мы запаримся с углем так все это делать. Все-таки нам нужно, чтобы у нас был постоянный приток, и мы вообще не думали про уголь. Просто улучшали автоматонов, улучшали сами шахты. Ну и, соответственно, как-то увеличивали производство. Потому что задача в этой игре заключается, ну, конкретно в этой миссии заключается в том, чтобы накопить определенное количество ресурсов. Собственно, за счет этого мы и сможем выжить. Здесь все изучилось. Давайте заглядываем сюда. Заходим в ресурсы. Угольную шахту я хочу. Давайте ее изучаем. Дерево в целом здесь нужно только для постройки вот этих первых зданий. Поэтому пусть оно пока копится. Если что, мы его сожжем на уголь. Автоматону еще 11 часов на нас топать. Он такой медленный молодой человек. И смотрим, что здесь. Ковчеги могут замерзнуть. Капитан, через несколько дней температура понизится. Ковчеги флоры под угрозой. Нужно держать их в тепле при помощи обогревателей или паровых центров. Мы все понимаем. Но у нас здесь пока что все нормально. Если на один уровень температура понизится, нам это не очень страшно давить. Потому что будет, в принципе, прохладно, но не ниже. Это хорошо. На самом деле, поэтому немножечко покрутим. Дождемся наших всех дополнительных вот этих вот друзей. Единственное, что еды мы пока что с вами не нашли. Конечно, по-хорошему, нам нужны еще одни срочно разведчики. И нужно увеличить их скорость, чтобы успеть во все места одновременно. В общем, соответственно, будут какие-то дополнительные всякие приколюхи, которые нам будут либо мешать, либо помогать. С которыми мы будем справляться однозначно. Здесь у него все хорошо. Он добывает. Он, конечно, не суперэффективно сейчас это делает. Но, тем не менее, да, это все-таки автоматизированная добыча и днем, и ночью. И вот молодой человек доходит. Уголь и сталь он здесь нашел. Мы забираем эти ресурсы. Мы видим, что достаточно их много. Соответственно, отправим парня домой. Пусть он дойдет. Автоматом сейчас тоже уже на подходе через 4 часа. Собственно, у нас будет все хорошо сразу, потому что мы избавим людей от работы на холоде. Они, видите, заболевают, к сожалению. Наверное, там как раз где-то непонятно где. Кстати, они сейчас болеют. Ну ладно, хрен-то с ними. Они такие, ребята, довольно-таки непростые. И вот еще чуть-чуть времени. Автоматом на подходе. Собственно, вот он и он. Вот и он. До города добрался автоматом. До нашего города дошел автоматом. Он полностью функционирует и готов к работе. Это хорошо. Давайте тогда вот этих, ребят, я отсюда уберу. Здесь автоматом это дело разработает и днем, и ночью. Эти тоже пусть не мерзнут. Тогда я их отсюда тоже убираю. Собственно, мы можем построить паровой центр. Пока что, я думаю, что он ни к чему. Мы ждем по ресурсам все-таки здания. И мы будем переходить, наверное, на что-нибудь еще. Мы сейчас будем думать вместе с вами. Давай, шагай сюда, наш друг. Да, вот он медленно идет к своей цели. И, собственно, рабочая смена началась. Друзья наши приступают к изучению. Возможно, есть смысл изучить что-нибудь еще. Например, нового разведчика, скорее всего, я сделаю, чтобы ядер приносили нам намного больше. Но, в общем, мы сейчас подумаем. Я сейчас еще раз гляну на изучение и точно вам отвечу, что я хочу. Потому что, скорее всего, нам придется заняться пищей. И мы видим, что у нас скоро будут с ней проблемы. Давайте вот этого молодого человека отпустим на лечение. Соответственно, здесь добавим другого, дабы они работали эффективнее. И еще чуть-чуть времени остается до угольной шахты. Я сразу ее построю, я не буду запариваться. Туда я, собственно, робота и перенаправлю. Да, мы все изучили. Давайте еще раз зайдем в исследование. Соответственно, возможно, в изучение мира. Вот больше разведчиков всего лишь 20 древесин. И дерева достаточно, собственно, изучаем. Ну и угольная шахта, как я и обещал. Давайте ее построим на том месте, где она, собственно, и должна быть. Вот сюда вот так вот проведем дорогу. Все замечательно у нас. По дереву все хорошо. Ну вот надо только с углем проблему решить. Сейчас к скорому времени к нам дойдет чувак с фабрикой. Ну здесь, наверное, нам хотят рассказать про паровые ядра. Мы уже в прошлом игре про это все слышали. Кто не слышал, тоже вернитесь назад, посмотрите. Гайд. Там все будет понятно. Ну и, собственно, сейчас доходит этот чувак. Вот он дошел. Посмотрим, сколько он нам принес всего. А это достаточно много. Мы теперь можем просто заизучаться до смерти. И я, наверное, построю еще одну хрень по технологиям. Ну сначала начнем, конечно, с фабрики. Давайте сделаем мастерскую. Еще одну. Там у нас будет фабрика. Единственное, что дорогу здесь, конечно, нужно провести. Здесь дорога есть. Пусть это все дело строится. Там достаточно много инженеров, которые этим могут заниматься. Что вы хотите? Фундаментальное исследование. Сэр, инженер просит дать ему день отгула для изучения автоматонов. Автоматоны можно улучшить. Это вершина наших технологий. Но раз мы уж умеем изготовлять их, научиться надо делать их лучше. Если я как следует изучу любую машину, смогу настроить ее и улучшить производительность. Чем они так отличаются от прочей техники? Вопрос. Ну, собственно, хорошо. Продолжаем проект. Один инженер отсюда отъезжает, да, как я понимаю. Он здесь не будет работать на 100%, но ничего страшного. Это дело такое. Смотрим, что по ресурсам вообще все шикарно просто, да. Мы можем на самом деле построить паровые центры. Они требуют всего лишь по 20 единиц стали. Я их построю и просто отключу до лучших времен. Ну, просто стали очень много. Ожидает наш разведчик. Он добрался до дома, но я забываю его зачем-то пустить обратно. В общем, пусть он пока что погуляет. Сейчас изучим больше разведчиков. Собственно, снарядим вторую команду. И, наверное, можно будет думать про улучшение их скорости, потому что они достаточно медленные сейчас. И это, собственно, не очень хорошо. Но, по ходу ночи мы будем это все дело достраивать. Главное, отключать вовремя наши замечательные паровые центры, потому что иначе они скушают весь наш уголь, а нам это сейчас не нужно. Кстати, автоматоны будут заряжаться теперь, видите, от вот этих вот паровых центров, поэтому им чуть ближе ходить. Вот этого отсюда я уберу. И вот сюда я его засуну. Здесь он 14,4 угля добывает. Здесь всего лишь 10. Не вижу смысла тратить время вот на вот это вот дело. Пусть оно все будет так. Здесь пока что отключаем это все. Здесь пока что отключаем. Здесь, я думаю, тоже сейчас отключим. Да, ну и тут, соответственно, тоже. Немножко нужно только это все дело достроить. Здесь пятерик мы закидываем. Изучаем еще быстрее. Потому что технологии здесь настолько важны, что важнее просто, ну, нет ничего. Поэтому мы будем это контролировать. Давайте пока что... Ну, можно глянуть на уголь. Ну, мы, в принципе, в плюсе, но это только пока что вот с таким раскладом. Ой-ой-ой, нет-нет-нет, я ошибся кнопкой. Это с таким раскладом, потому что если мы, соответственно, включим еще два, уголь начнет потребляться достаточно в серьезных количествах. Нам нужна еще одна шахта и еще один, соответственно, автоматон. Я еще одного заказываю, в следующий день они нам его сделают. У нас доступно 10 человек. Ну, и осталось чуть-чуть дождаться изучения технологий разведчиков новых. И, собственно, мы их будем запускать. Ну, в общем, вот так это все выглядит. Я считаю, что на самом деле все вроде нормально пока что. Немножко болеют люди. Но это дело такое. Давайте посмотрим, что мы тут можем сделать. Давайте радикальное лечение сделаем. Немножко там повысим или понизим надежду. Повысим, скорее всего, да. Но при этом все-таки мы сделаем так, чтобы больные чуть быстрее лечились. У нас будет сейчас еда. Ее сейчас не очень много, но мы увидим, что мы уже... Шестой день сейчас будет. А у нас, в принципе, проблем особо и нету с этим. Поэтому, ну, вот так. Сейчас температура еще упадет. Мы проконтролируем наши ковчеги. Ребята приступают к работе. Давайте смотреть. Пока что прохладно. Все хорошо. Да, насколько я понимаю. Так, изучил здесь еще одни разведчики. Собственно, мы их делаем. И отправляем куда-нибудь, черт возьми, наверное, вот сюда. Пусть они идут. И мы будем продолжать что-нибудь изучать. Что мы можем еще изучить? Давайте подумаем. Сталилитейный завод, как вариант. Стеной буры я пока что не хочу. Нам, наверное, все-таки понадобится еда. Поэтому теплицу давайте изучим. Мы ее поставим. Пусть она работает на благо. Человечество нашего. Вот. И я думаю, что все будет окей. По идее вообще никаких проблем не будет. Там как раз есть свободные инженеры, которые этим делом займутся. Сейчас мы ждем еще одного автоматона. Который нам точно понадобится. Достигли мы отметки. Вот как раз здесь есть покушать. Есть древесина. На грани разрушения. Свод может обрушиться в любую минуту. Неудивительно, что из пещеры не сделали постоянное убежище. Надо взять отсюда все, что можно, пока мы не оказались в ловушке. Или чего хуже. Забрать ресурсы, конечно. Здесь, собственно, делать больше нечего. Отправим его домой. Он нам принесет поесть. Мы это все превратим в пищевые пайки. Вот. И, наверное, отправим его куда-то еще. Но мы подумаем, потому что пока что непонятно. Давайте про уголь посмотрим, что у нас. К сожалению, с углем пока не очень дела обстоят. Можно, в принципе, недолго думая взять и сделать по ресурсам еще одну угольную шахту вот сюда. Потому что автоматон у нас сейчас появится. Давайте сэкономим дерево. Немножко вот так проведем. Дорога все равно нужна для строительства. Вот. Ну, мы видим, что пока что нам достаточно просто отопления. У нас подготовлены паровые станции. И, в принципе, нам ничего не угрожает. Вот здесь можно тоже как бы отключить. Зачем мы уголь лишний тратим? Мы лучше его подкопим. Автономный город. Автоматоны отлично справляются со своими задачами. Теперь мы должны успеть автоматизировать все жизненно важные функции города до начала бури. Только так мы сможем обеспечить сохранность ковчегов флоры во время бури. Надежда растет. Собственно, друзья, вот такие вот дела. Теперь у нас задачка. Давайте поставим на паузу, посмотрим. Задействовать не менее двух автоматонов для добычи угля. Задействовать не менее одного автоматона для производства стали. И задействовать для древесины. И задействовать для, соответственно, сырой пищи. Собственно, этим мы будем и заниматься. В общем, я думаю, что первую серию мы на этом закончим. Вот так это все выглядит. Скоро у нас будут еще роботы. Однозначно. У нас достаточно много ядер и всего такого. Поэтому, в общем, если понравилось, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч и пока-пока.